Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Люба, и сегодня мы с вами поговорим про предпринимательскую деятельность. Много раз мы произносили с вами слово «предпринимательство» в контексте факторов производства. Мы с вами знаем, что у нас есть труд, земля, капитал и, собственно, те самые предпринимательские способности, которые и обеспечивают соединение остальных факторов производства. Что такое предпринимательство, зачем оно нужно и какими чертами характеризуются, сейчас разберемся. Итак, предпринимательство – это самостоятельная инициативная деятельность, направленная на извлечение прибыли. Если вы думаете, какое-то неудобное определение не укладывается в голове, то просто помните то, что оно, по сути своей, включается просто черты предпринимательской деятельности. Вот они у нас следующим слайдом. Первое – это свобода выбора деятельности, то есть вас никто не может заставить заниматься предпринимательством. Вы сами принимаете такое решение, а когда приняли, сами выбираете свою нишу. Вы будете выгуливать собак, а может, организовывать детские праздники? Хм, а как вам закупка товаров из Китая? В общем, делайте, что душе угодно. Хоть общепит, хоть услуги транспортировки, хоть еще что придумает и что вашей душе будет угодно. Соответственно, тут нет никаких ограничений, ну, кроме, конечно, законодательно установленных рамок. Следующее – это самостоятельность. То есть вы не ждете чьей-то поддержки, вы используете собственные ресурсы, ну, например, накопленные деньги или собственное имущество выпускаете в дело. То есть, скажем, собственный автомобиль, компьютеры или какое-нибудь помещение, принадлежащее вам на праве собственности. Далее вы несете риск и ответственность. Даже самое, казалось бы, надежное дело, самые крупные фирмы рано или поздно могут потерпеть крах. Вы должны понимать то, что если вы занимаетесь делом, то никто не может вам гарантировать то, что вы будете извлекать прибыль всегда. В свое время никто не мог представить, что когда-нибудь на рынке не будет таких телефонов, как Nokia. Но посмотрите, сейчас они не выпускаются. Ну, по крайней мере, может быть временно, может потом будут. Но вот сейчас такого смартфона нет. А хотя еще 10 лет назад никто и предположить не мог. Так что, как бы нам не казалось, что у нас бизнес надежен, всегда есть определенный риск, что мы потерпим убытки. Будем вынуждены его закрыть и отвечать по своим долгам. И обязательствам. Следующее – это ориентация на прибыль. Это самый главный признак. Помните, мы его даже записали в определении. Потому что это отличит предпринимательскую деятельность от любой другой. Политическая партия хочет завивать власть. Церковь способствует осуществлению каких-то религиозных действий, культов и обрядов. А вот бизнес, то есть предпринимательство, ставит своей главной целью извлечение прибыли. Это отделяет предпринимательскую деятельность от любой другой. Социальный, религиозный, благотворительный и прочее прочее. То есть, бизнес так или иначе ставит целью не помочь людям, не сделать что-то полезное, заработать денег. Но другой разговор, что мы не сможем с вами заработать денег, если не будем производить что-то полезное и нужное людям. Ведь кто будет платить за что-то ненужное и неполезное? Итак, какие же у нас бывают виды хозяйственной деятельности? Это производство. Мы можем с вами что-то производить, чтобы заработать деньги. Печь пирожки, шить рубашки, да все, что придумайте. Во-вторых, это коммерческое посредничество. То есть, вы можете соединять разных субъектов предпринимательской деятельности или любых других субъектов и брать свой посреднический процент. Почему бы и нет? Консультационная деятельность, то есть, вы можете делиться теми знаниями, которыми обладаете. Или это, например, может быть инновационная деятельность. То есть, вы что-то придумываете, изобретаете, что-то, чего ранее не существовало. Естественно, это и не исчерпывающий перечень видов деятельности, а просто возможные варианты, на чем вы можете зарабатывать деньги. Ну и первый вопрос, который мы с вами ответили, это что делать? То второй вопрос, это в какой, собственно, форме? Какую фирму нам открыть, чтобы на законных основаниях заниматься предпринимательской деятельностью? Тут есть ряд вариантов. Ну и, во-первых, это индивидуальное предпринимательство. Так называемые ИП, индивидуальные предприниматели организуют бизнес в одиночку, не создавая фирму. Они несут всю ответственность. Но и плюс у этого есть, например, легкая отчетность. То есть, нам не нужно заполнять целые кипы документов, а все достаточно, ну, относительно просто. Так что индивидуальные предприниматели, это чаще всего совсем небольшие бизнесы. Ну, например, небольшая парикмахерская, магазин 24 часа или, скажем, человек, который в частном порядке шьет что-нибудь. То есть, бизнес какой-то не масштабный. Это вам не Google и не Газпром. Следующий вариант, это товарищество. Товарищество это способ объединить несколько бизнесов. То есть, если я занимаюсь предпринимательской деятельностью, вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, и мы решили с вами объединиться. Чтобы заниматься ее вместе, то мы с вами образуем товарищество. Недаром само слово происходит от слова товар. Ведь товарищами когда-то назвали людей, которые продают одно и то же. Итак, и третий вариант, это акционерное общество. Вот эти все фирмы Титаны, о которых мы с вами вспоминали, Google, Apple, Газпром, Сбербанк и прочее, открыты в виде акционерных обществ. То есть, их капитал разделен на акции, и мы с вами рискуем чем-либо только в рамках внесенной доли. То есть, если я приобрела акции на 1000 рублей, то абсолютно все, чем я рискую, это мои 1000 рублей. Дальше с меня взятки гладкие. С одной стороны, это, конечно, большой плюс для меня. С другой стороны, все, кто заключает с нами сделки, тоже об этом помнят. И, конечно, ведут свою деятельность в соответствии с этим знанием. Ну что же, что же такое малое предпринимательство? Мы это постоянно слышим. Государство поддерживает малое предпринимательство. Мы стремимся там сделать малое предпринимательство более доступным. Что же это? Под малым предпринимательством будем с вами понимать любые формы собственности, любые формы организации бизнеса, которые предполагают небольшое количество персонала и небольшие обороты прибыли и выручки. То есть, мы оперируем не очень большими суммами. Почему очень важно поддерживать малое предпринимательство? Во-первых, потому что, ну, все-таки далеко не каждый человек сможет открыть такую фирму-гиганта, как, например, Газпром. Не у всех есть для этого ресурсы, способности, таланты, да и желания. Но открыть какое-то небольшое дело могут очень многие люди. И при наличии необходимых знаний, навыков и умений поставить его таким образом, что оно будет приносить прибыль. Тем самым обеспечиваются довольно большие налоговые поступления в государственный бюджет, создаются рабочие места, создается конкурентная среда. Ведь сегодня мы с вами можем покушать в десятках разных кафе. А если бы у нас не было малого предпринимательства, то многие из известных нам ресторанчиков, кафешек или столовых были бы закрыты. Поэтому государство и стремится поддерживать малый бизнес. Спасибо за внимание. Встретимся с вами на следующем уроке.